Здравствуйте, Ростов, я у вас третий раз. Я расскажу о брендинге городов в контексте истории про Одессу. Наша команда, которая называется «Метиситиномика», в 2010 году начала проект «Бренд города – дело горожан». Вот эта вот суть подхода, она заключается в том, что бренд города – это дело и его жители. А в их семье администрации или каких-нибудь наемных крутых агентствах. Почему такое название «Бренд города» – смысл был? Потому что смысл – это в русском языке, смысл – это одновременно предназначение, там это вещь и явление. И также это еще и мотивация. Потому что мы говорим, например, а смысл нам что-либо делать? Или, о, в этом есть смысл, чтобы что-то делать. И так предназначение – мотивация. И вот в контексте «Я подвигаюсь с нашим подходом», который вовсе не является каким-то академическим, и он не является проверенным исследованием и так далее. Вот мы просто так видим подход по брендингу городов. И он позволяет создать бренд города наиболее естественным, на наш взгляд, способом. Итак, кажется, что если мы хотим создать бренд города, то нам нужно осуществляться в том, что будет вовне. Яркие коммуникации, какие-то инвестиции, поиск возможностей и так далее. На самом деле, построиться надо не столько на поиски внешних возможностей, сколько смотреть на себя вовнутрь. Такой смысловой рисунок в городской культуре. Городская культура, она формируется ценностями. А ценности – это то, что нельзя изменить. Они вот есть, и вот они такие, как есть. И это единственное, что нельзя изменить, а что меняется только тогда, когда эти ценности реализуются. Итак, как это было с Одессой? Почти всегда брендинга городов начинается с дизайна. И примерно в 2009 году по инициативе одного из пиарщиков одесская администрация согласилась работать с брендом города. Тогда их воспринималось как культурный путь. И после определенных исканий одесская администрация представила Одессином вот такое солнышко, вот эти море впечатлений по-русски, по-украински, и практически дословные, короче, переводы на английском. И что случилось? То есть не было, да? Несчастье, это несчастье помогло. Что хорошо это разгорается в Огреоне. Как костер. Считается, что оно это костер. Потрескивает. Не было несчастья, это несчастье помогло. В итоге что? Произошло проявление гражданского сообщества. Одесситы сказали, вот это про Одессу? Нет. Да? Мы создадим свой собственный конкурс, мы создадим там свой лагодин, и не надо это подождить, да? Ну, в честь для администрации она сказала, ну да, хорошо, ладно, делайте свой конкурс. Одесситы провели конкурс, и вот видите, там результаты голосования, вот это семь лагодиков, которые победили тогда на конкурсе, десять тысяч человек проголосовало, но вот эта вот активная прослойка Одессского общества посмотрела на это все и поняла, что вот оно как-то не готово принять решение о том, как его выйти взять. Почему? Да? И вот так главное, они обратились к нашей команде, позвали нас на завтрак, на знаменитую Одессскую сдачу, и мы там в общем-то договорились о том, что ну почему, собственно, вы можете принять решение? Потому что у вас нет основы для принятия решения. Почему именно это планировать, да? Почему именно эта стратегия коммуникации? Совершенно непонятно. Для того, чтобы ответить на вопрос, почему, нужно сначала понять, а кто есть Одесс? Какой символ будет ее лучше всего выражать? Ну, Одесситы сказали, да, хорошо, да, давайте мы над этим поднимаем, мы договорились о том, что мы проведем в процессе. Но все-таки процесс, да, начат, его надо было завершить. И тогда активная прослойка Одесситов отдала вот эти логотипы обратной городской власти на голосование, сказали, да, возьмите голосование, что-то же потом все-таки, да, завершите то, что мы начали. И для смеха поставили логотип логотип солнышком, и в итоге народного голосования подходит-таки снова солнышко. Из этого следует очень хорошее вывод. Большинство всегда принимает самое безопасное решение, самое очевидное решение. И вот, ну, просто, да, такой совет, да, из всего, так сказать, исторического дискурса про каких-либо городов просто не начинайте, во-первых, не стоит начинать с графики, а во-вторых, не стоит отдавать принятие решения народу. Все-таки решение о графике должны принимать специалисты. Дальше. Ну вот все-таки, да, мы тогда договорились на процессе. Что значит «процессия»? В данном случае в Одессе собрались 120 человек, ярких одесситов, то есть действительно людей, представляющих Одессу, владеющих, можно сказать, ее генетическим кодом. И в течение дня мы отвечали на вопрос. Искали, что есть, например, ценности одесситов. Вот я зачитаю Скидору Жванецкого ответ на этот вопрос. Ценности, характерующие одессскую культуру. Творчество. Творчество повсюду. В особом взгляде на обыденные вещи в юморе, музыке, литературе, искусстве. Находящие выражения в предпринимательстве, кулиномии, нюансах отношений. Особое одесское выражение и ценность творчества находят в общительности, говорливости, желании рассказывать истории, давать советы. Это очень по-одесски. Отсюда писательства, книги, комики, спикеры и все такое. Одесская эмоциональная щедрость в комплекте с самоиронией и необходимостью как-то выживаться и рождают знаменитые одесские думы. Следующая ценность. Отношения. Одесситы ценят и умеют выстраивать отношения. Это проявляется в специфическом рабочем дистанции, умении жить и выживаться вместе. Близко, да? Правда? Тогда была уже заметна связь одесская Ростова. Свобода. Да, пока у нас не свобода, а скорее больница. По Порто-Франко стремление ни от кого не зависит и будет немного центром мира. Ценность может проявляться в незревых формах, как раз как в случае виза для внутреннего роста. И все же в Одессе есть атмосфера свободы. Например, свобода в самовыражении, свобода от каких-то социальных шаблонов, в том, как люди одеваются, как себя ведут, насколько расслаблены и, на взгляд, приезжают. Одесская проэффициальность, объявляя одесситам в свои рамки, право оценивать их на внутреннюю и внешнюю миграцию, тоже ради реализации ценности свобода. Комфорт. Одесситы не умеют и любят некомфортно, некачественно жить. Вместе с творчеством комфорт породил одесский пункт еды, который поддерживает экономику города. Ну и признание наиболее ярко выражаются сейчас стремленные выделицы тут особыми такими, как все остальные. Я это совсем другое делаю. Для гостей города это тоже важно. Их признают. для них тоже найдется внимание вместо игры. Что есть? Смысл. По качеству ценности это и есть смысл. Это то самое назначение города реализовать ценности, в том числе и гостей, которые их разделяют. И та самая мотивация делать что-то. Ради творчества. Вы же готовы ради творчества поехать, поехать, встать утро, почистить руки, сесть и что-то сделать. Творчество это именно тот кайф, который вы испытываете эти ценности. Смыслы это не мифы следующему отец. Прошлое и настоящее и будущее ловит нас в ловушке на дороге Бронтинга. Ну вот смотрите, давайте возьмем один из них в Одессе еврейский город. Сами описиты об этом говорили. До 80-х годов прошлого 20-го века в Одессе жило порядка 30-ти процентов евреев. Одесса действительно была таким еврейским городом. А сейчас это 3%. Это уже мир, который не работает. Который уже неправда. Следующий мир. Как раз привет Ростову папе от Одессы мамы. Бандитский город тоже уже неправда. Бандитизм в Одессе не больше и не меньше, чем в других городах. Просто он был настолько он всегда был таким же. творческий воспет современной Одесской интеллигенции, которая видела все это, но она же очень творчески подходит и рассказывает в байках, уже ароматизирует образ. Юморин. Да, Одесса город юмора. Да, одесситы юморные ребята очень. Но все-таки сами одесситы уже на юморину не ходят. «Ой, если не Марина, значит дома останемся, мы в центр сегодня не пойдем». То есть это для гостей еще работающий лиф, но вообще в принципе он ожидается отмирающий. Или вот, например, часто бывает так, что бренды, потемкинская лестница и так далее. Нет, памятники – это тоже формы, это просто формы, которые меняются. Представляете себе, город возрастом в Одессе всего 220. Мы возьмем город возрастом тысяч лет, допустим, и памятники. Это все равно меняется. Нельзя на них вот так прям строить прыгок. Искушение Лебедевым. Одесситы, да, ну, каждый нормальный город проходит искушение Лебедевым, это совершенно нормально. В данном случае Одесситы получили красивую, красивую аутентику. Они потроллили весь мир вот такими табличками. Здесь хорошо, на Европе одессы не снимались, на тоне всех замечательностей мира. И, в общем-то, да, сделали достаточно много интересных красивых сувениров. Фактически сами развивают, да, идею аутентики, которая заложилась в студии Лебедева. В общем, все было нормально. Единственное, что, ну, как бы, вот эта аутентика, она не является инструментом передачи и Одессы, как бы, город, который обновляет творчество. К сожалению. Ну, все равно удобно. Но, одесситы, работая со всем этим, они уже привыкли, кто если что, в принципе, там. В принципе, они сами все это делают. Они сами создают Гранд Город. Потому что вот это все создано совершенно не с инициативой администрации Одесской, а по инициативе не с инициативой администрации Ну, и, собственно, давайте посмотрим на Матрицу, которая, как раз на примере Алиси показывает очень четко. Представьте себе просто социальное пространство. Есть люди, которые считают, что я тут надолго, и есть люди, которые считают, что я тут временно. не чувствуют Есть люди, которые несут, чувствуют высокую ответственность за город. Есть люди, которые ее вообще не чувствуют. Вот это мы не храним недостаточно там своего пространства. Вот посмотрите, брендингом города фактически занимаются вот те, кто считает, что я там много для высокой ответственности. Как правило, это зрелый бизнес интеллигенция. Можно даже сказать бизнес интеллигенции. Вот здесь вот на фотографии вам в Ютубе и я, Александр Кокровец. Как раз представители это два таких самых таких двигателей, брендинг города, брендинг Одессы, которые фактически и являются такой бизнес интеллигенцией. Что получается, когда ответственность высокая, но я тут временна. Вот так подходит администрация города, она же выбранная. То есть она не надолго, на четыре, на пять лет, сколько там, а у нас в Украине максимум два. Вот. А брендинг – это длинная игра. И администрация города никогда с ней не справится. Носители бренда это городская культура, и люди, которые ее только чувствуют и не реализуют. Вот. Инвесторы, да, они тоже в принципе временные. Инвесторы, у них подход такой, да, ответственности есть, риски высокие, да, я уважаю, я хочу отдачивать, продам и пить. Но вот смотрите дальше, ярко временно и низко ответственность. Что это? Это потребители, ну поразитель, да, человеческим языком делебаном происходит город, когда ответственность низкая и ярко временно. Вот. Просто пользуются его искусами, ничего не создавать. А те, кто нужна, долгая и низкая ответственность, это большинство. Мы пришел еще, таки, интерналисты, настроенное население. Это нормально. Город всегда двигает небольших процентов людей. Дальше. Давайте посмотрим, вот с точки зрения отношения населения города и отношения горожан. Давайте сразу договоримся, что власть и администрирование это разные понятия, их не надо путать. Фактически, власть это некое египление, я видел, да, которое переходит к тому, кому больше человек и все равно. И фактически, посмотрите, мы возьмем идеальную ситуацию, ну почти, идеалистически вернее, когда администрации важны интересы города, а горожанам все равно. Что происходит? Администрация разочиновывается в жителях, ну и тоже, как бы, все равно. Дальше. Горожанам все равно и администрации все равно, но тоже тот же самый делик план, ображивание ресурсов. Фактически. Администрации не важны интересы города, но горожанам все важно. И тут смотрите, тут в Лениане переходит горожан. Тут идет такое перетягивание того, что называется власть. Горожане забирают на себя эти привилегии, рамки, которые могла бы нести администрация. Ну, в самом деле, мы понимаем, что жить, понимаем, что не нужно. Горожанам важно и администрации важно. Вот тогда происходит синергия. но мы понимаем, что любая администрация на время. То есть, у них фактически другие задачи. Город и корпорации. Давайте посмотрим на город, какой бизнес. Вы можете возразить, что на самом деле, цель бизнеса – зарабатывание денег, а у города не совсем так. На самом деле, я не считаю, что цель бизнеса – зарабатывание денег. я считаю, что цель бизнеса любого – это реализация ценностей его собственников, его сотрудников и сотрудителей. Вот так и в городе. Цель любого города – это реализация ценностей, которые формируют городскую культуру. И из этого будет маркетинговая стратегия. Фактически, да? Давайте я прочитаю маркетинговую стратегию. Что получается? Стратегия маркетингового города, это уже про внешнее, когда город себя осознал, внутри, уже можно переходить в внешнее. Она должна быть адекватна в городской культуре. Чтобы все происходило очень естественно. Чтобы то, что мы продали внешнему миру, потом не разочаровало. Так что это неправда. Те, кто к нам приехали, чтобы это было правдой. Так вот, маркетинговая стратегия звучит так. Позиционировать город и территорию, в которой человек, турист, может комфортно рождать идеи, думать, творить, находить нестандартные решения. Город с высокой степени толерантности, с яркими событиями, с самобытными фестивалями и культурой, побуждающей открываться новому, чтобы мыслить, чувствовать, изобретать, создавать. Фактически это концепция креативного города, но специально так особенно это не называют. Почему? Потому что, чтобы не было фокусировки на форму креативного города, а была фокусировка на всю творчество. Давайте дальше. Если город как корпорация, то кто является командой этой корпорации, сотрудниками этой корпорации? Совершенно очевидно. Вы видите здесь как раз участник во второй концессии Одессы, через три года которая произошла. Это Северия Литкин, ресторан, знаменитый, который создал дачу, памятник, на великим известный ресторан. Это Олег Винецкий, психолог, тоже достаточно известный на 10 человек. Вверху, вы видите две шпичные одесские мадамы из разных поколений Елена Медушевская и Маша, агентство Мендельсон и Сомарья Саневная, Вера Грузова, я имеющийся, Ярослав Трофимов, гениальный маркетолог, Олтек Виктор, она арт-критик, Иван Воин, дизайнер, человек, который развивал в Сомаре, Медомарночне, Хазель, управляющий отеля, Яна Фраг, которая фактически занимается иллюстрацией и всем известных картинок. То есть, посмотрите, опять же, интеллигенция и бизнес. Опять вы видите, от всех этих людей вот эту социальную группу. Бизнес-интеллигенция. Это двигатель. А кто является клиентом, потребителями города? Очень важный вам момент. Кто потребитель города? Нужно понимать, что потребители есть внутри и снаружи. Самые первые, главные потребители это дети. Почему? Потому что они не выбирают жить в городе или нет. И здесь есть некая такая моральная обязанность сделать город для тех, кто не выбирает численности классный, приятный. Дальше, следующее. Понятное дело, туристы, внешняя. Опять же, какие туристы? Если у Одессы будут такие ценности, то ее туристы, ее гости, это креативный класс. Это совершенно четкая послойка. Одессе не нужны все. Одессе нужен креативный класс. Или, например, творческие личности, которые могут приехать, как это всегда было. В Одессе писали свои книги, приезжали и писали. Из последних знаменитостей, которые любят в Одессе, это Вера Полоскова. И еще очень важно. Потребители города это красивые девушки. Если красивые девушки уезжают из города, все, решит пропало. Вы же понимаете. Ну, и потенциальные места в городе Ваффет. Если он видит, что в городе хорошо виден творческой интеллигенцией красивым девушкам, значит, все, город можно вкладывать. Дальше. Стратно будет города. Что может быть продуктами такого города? Здесь, в принципе, все более-менее понятно. Да, вот, что у нас писалось. Главы, как в Одессе, это атмосфера, пробуждающая вдохновения, продуцирующая впечатления, на которых можно и нужно зарабатывать. Так что создает эту атмосферу? Определенные события. Ну, например, дизайн и функциональное наполнение городской среды, городская архитектура, парки, там, тематические парки, современные искусства, креативная городская скульптура, специализирующая пространство, арт-морталы, музыка на улице, запахи особенные, да, то есть вот запахи, звуки, музыка, все эти метали очень важны, рестораны и пункты тоже особые, да, стимулирующие творческую атмосферу, всякие аутентичные одесские штучки. Вот когда проводили вторую концепцию Одессы, скульптура, вот у вас есть это говорящие фото, он презентует 60 оригинальных аутентичных одесских студентов, да, давайте придумали. Они придумали 38 событий, которые могут позиционировать Одессу, как город, который вдохновляет, да, как творческий, креативный город, я вижу. И вот посмотрите, да, сейчас в Одессу переехал сегодня, завтра начинается Одесский кинофестиваль, пляж от конец, и делал, да, это перестроил себя, как креативное пространство, это очень здорово, рисуется. Вот дети, вот был проект, обеспеченный, дети рисовали, рисовались бы, изданных книжек. Одесса, который вдохновляет, он, например, тоже недавний фестиваль помидоров. Он очень красивый. Заканчиваем, практически, да, не надо пытаться изменить город. Изменить город, практически, какими-то усилиями, это слишком много усилий для, совершенно не так, что получится. Вместо того, чтобы пытаться изменить город, надо направить фокус на реализацию его ценностей. Когда ценности наполняются, город меняется сам собой, потому что, да, когда у нас все идет в порядке, мы сами хотим измениться, да. Прежде сначала меняются жители, а потом меняется город. Есть причина, есть следствие. Причина в жителях. Вот смотрите, Одесса в будущем, да, который может быть Одесса в будущем. В общем, совершенно логично, считать, что Одесса в будущем это креативный город. Но, вот, например, давайте сделаем из Одессы креативный город, это неправильный подход, потому что тогда будет фокусировано на форме. Да, а вот давайте, давайте видеть и поддерживать творчество самих одесситов, вот это верный фокус, да, опять же, внутренний, изнутри и наружу. Вот вы видите, на самом деле, стена, это такой пример. Отель Женева, новый отель, строился, минус был, что его окна выходили на глухую стену. И решено было сделать вместо этой глухой стены самую большую украинскую фреску. Это одесский курик, и на каждом, из каждого окна, и на каждом окночке стоит какой-то персонаж, от, от Ливаса до Жванецкого. Вот, и таким образом, ну, очень здорово, и мне самой даже интересно в этом определить. Основная мысль, бренд плода, это простое следствие эмоциональности. То есть, причина целостных бренд, это просто следствие. Но важно при этом быть адекватной, логичной и последовательной. One, two, one, two, three! ну, 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 люблю тебя я, Одесса! Ну, 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 I love Odessa City!